Это традиционная игра-викторина. Героические страницы истории. Эта викторина проходит ежегодно. Она проходит у нас либо в декабре, либо в мае. Но в прошлый год была посвящена Отечественной войне 12-го года, да, и проходила тоже здесь, в районной детской библиотеке. И у нас сегодня, ребята, на нашей викторине, которая называется, еще раз говорю, героические страницы истории России, или Руси, сегодня у нас присутствуют гости. Это ветераны и Лига Отечественной войны. Ковалкина Клавдия Александровна. Симофеев Алексей Иванович. Василина Фаина Петровна. Также у нас сегодня в жюри нашей викторины это Сушнякова Людмила Ивановна, главный коронавирус в Европе и в Европе музея. Нежданного Галина Ватильна. И ветеран Великой Отечественной войны Тимофеев Алексей Иванович Ваши все здесь, проверены мною, добросовестно Хочу сказать, что практически все справились с ответами на вопросы Но есть лучшее, как и городского клуба И мы обязательно сегодня наградим лучших за заочный этап викторины Героические страницы истории Поэтому пока я вот здесь положу вот этот заочный этап Чтобы он их смотрел также из жюри И потом мы все это наградим Ну а пока мы же вставляем себя друг другу То есть нашей командой Итак, команда должна представить себя То есть команда встает друг другу только не пуха, не вера Все правильно Итак, ребята, мы с вами начинаем Первый тур нашей викторины Называется необычно Потому что мы начали сегодняшнюю викторину Именно с истории Руси древней И называется он «Князья земли русской» Значит, ну может быть вы позабыли Может быть наоборот помните Но именно наши, те великие князья Они собирали русский народ по крупицам Собирали земли русские Для того, чтобы именно сегодня Мы сами могли жить в такой обширной и большой Богатой стране Медрами и ресурсами И сделали эти, те русские князья Которые именно стояли в основе Руси Итак, ребята, вот сейчас будет проходить первый тур Он из нескольких этапов будет состоять Значит, отвечать будем так То есть звучит вопрос, да? Отвечает каждая команда по очереди Значит, если вы отвечаете правильно В конце мы даем ответ То, как за правильный ответ Команда получает один вау Понятно, да? Итак, первый вопрос Время на обдумание дается 30 секунд Определите, в каком из древней русских князей Подлежат следующие высказывания Идите домой с Данью А я вернусь и похожу еще Варианты ответы Владимир Мономак, Олег, Ярослав Мудрый Игорь, Ольга, Владимир Святой, Святослав 30 секунд на путь Я отражаю эти набеги И, в общем-то, наверное, оттуда слово Даня, да? Так, все, отводите, закончилось И что, ваш вариант? Владимир Мономак Ваш ответ? Игорь Так, это у нас Солнечный Ваш ответ? Ярослав Мудрый Ярослав Мудрый Олег Олег Так, ваш ответ? Мономак Мономак Ваш ответ? Олег Олег Ваш ответ? Олег Олег Итак, сейчас я скажу Итак, правильный ответ у нас Игорь Одно очко зарабатывает команда Под разговором клуба Солнечный Итак, следующий вопрос Следующий вопрос Старых чти, как отца А молодых, как братьев Какой князь так говорил 30 секунд на обсуждение Старых чти, как отца А молодых, как братьев Вызывайте Так, Влади... Ой, Святослав Святослав Ваш вариант А где-то? Игорь Игорь Так, радуйся Ярослав Ярослав Мудрый Надо назвать Детство Владимир Нет, у нас Святослав Владимир Святой 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 Так, у нас Ярослав Мудрый Ярослав Мудрый Итак, правильный ответ Владимир Мономак Кто-нибудь дал У нас ответ Правильный? Никто Владимир Святой Вы дали Нет, ни одного Правильного ответа Так Значит, никто Не завоевал Одну очку Следующие Не любят мне жить В Киеве Хочу жить В Переславце На Дунае Там, в середине Земли моей Три секунд на обсуждение Две герои Советского Союза Ну, назовите Почему Он узнает Загог Начинаем Отвечать Кто начинает? Ну, это Братовская Загог Малаев Логина Герой Советского Союза Ветераны Великой Отечественной войны Герой Советского Союза Исаков Николай Федорович Исаков Николай Федорович И еще у нас Есть еще фамилии? Нет, да? Значит, у нас еще Две фамилии Это Ведемила Ивановна Захара Николай Дмитриевич И Афанасьев Павел Александрович Все написано Один балл Один Радуг Значит, три фамилии У нас есть Тесаков Афанасьев Захар Три героя Советского Союза Великой Отечественной войны И я представляю Им слово Кто у нас первый? Или Вы можете задать вопросы Ветеранам Нашим Гостям Нашим Так, ребята Костя А в каких битвах участвовали? В каких битвах? В связи с этим У нас линейные связки А где? В какой области связывали? Ну, что же вам сказать Не надо Связистка Не надо Понятно Еще вопросы есть? Я просто коротко скажу У нас такая была связь Готовили работать на рации И забрасывали в тыл врага Вот какая у нас была сурда В тыл врага забрасывали На рации работали Оттуда уже не вертались Там уже следили Никто не вернулся Так, еще вопросы Кладбе Александровне есть? А сколько вам было лет Когда началась война? Мне было 17 лет Когда я уходила Мне в декабре 17 исполнилось А в марте я ушла 15 марта Формировался 34 батальон В Туле В Туле Я как раз в него попала В Туле В Тульский батальон Еще вопрос Еще вопрос есть у Адексы? Говорите Что я должна вам сказать? Ну, Стас, спрашивай Спрашивай Немцев убивали вы? Нет Мирная профессия все-таки была Да? Связистка мирной профессии Ну что-то вы можете скажете Стрелять я стреляю хорошо У меня грамоты есть Я в Туле ездила Первое место Дела по стрелям А человека не могла Застрелить Никого Так, Валерий Александрович Может вы что-то скажете Нашим ребятам? Чтобы они как К истории относились К нашей? Ну что я хочу сказать Я бы сказала Что они у вас неплохо Историю знают Неплохо? Нет Ой, младцы Давайте поплодируем Мне очень понравилось Как они отвечали На вопросы Очень понравилось Они много знают Но они, наверное Немножечко стесняются Да? Но стесняются Или еще, так сказать Немножечко так Стесняются А так они у вас Замечательно Откованы Что называется На пятерку На пятерку Да Вот Молодцы И Это заслуга Тем, кто С вами работает Это большая заслуга Великая заслуга Что вас так подготовили Так Вы много знаете Хорошо отвечаете Молодцы Мне очень понравилось Очень Спасибо, Глава Александровна Что еще пожелаете Нашим ребятам? Я вам пожелать Вот что хочу Когда закончите Вы школу Чтобы смогли Поступить В институт Дальше Продолжить Ну и в жизни Вам было Чтобы не очень тяжело Постарайтесь Так вот Чтобы все Сколоколило Как говорится Как говорится На лету Постарайтесь В институт В училище Ну и все Потом Ничего не состоялось Пришлось После пожара Который я перенесла Поступить В ремесленном училище Полтора года Полтора года Я получилась День Чтобы у вас Ну всегда Наверное Рад Сказать Какие-то пожелания Да Молодому поколению Дорогие Юные Друзья Товарищи Я являюсь Очевидцем Свидетелем И участником Исторических событий Важных Исторических Событий Я родился 12 апреля 1926 года 14-летним Мальчиком Меня Из глухой Далекой Деревни Тамбовской Области В сороковом Году Послали Командировали Учиться В город Москву Училище Связистов Номер Девять Специалисты Специалисты Требовались Для Москвы В сороковом Году В сорок первом Году Началась Война Я А учиться Нам было Три года Значит Война не дала Нас Обучили Обороны Москвы Я Участвовал Со старшим Товарищем Мне Тогда Уже Пошел Шестнадцатый Год Со старшим Товарищем Участвовал В обороне Москвы Внутри Не на передней Линии А в самой Москве Потому что Немцы Фашисты Подходили Значит Уже были Тридцати километров От столицы Ну что сказать Немцы Как Началась Начиналась Вечередь И до утра Налеты Беспрерывно Длились И бомбили Москву В основном Сбрасывали На Москву Столицы Нашей Родины Зажигательные Бомбы Термитные Зажигательные Бомбы Москва Горела Первые Дни Первые Дни Месяц Не было Чтобы Значит Предотвратить Такой налет Значит И бомбежку Москвы Не было Таких Зенитных Установок Были Тридцати Семимиллиметровые Пушки Зенитные А Самолеты Летали Над Москвой Во время Ночной Бомбежки На расстоянии До 10 Километров А Пушка Стреляла На 7 8 Значит Она не доставала Снаряды Не доставали До самолетов Вот Поэтому Они так Вольно Первый раз Чувствовали В налетах На Москву Потом Завезли В Москву 85-миллиметровой Зенитной Пушки И Доставили Большое Количество Аэростатов Воздушных Заграждений Знаете Что такое Аэростат Воздушных Заграждений Это Огромные Гондолы Такие При помощи Каната И лебедки Запускали На высоту 10 12 Тысяч Метров И Самолет Когда летит Трос Подымался И он Значит Попадал На этот Трос И Значит Падал Чтоб Вы знали А то Некоторые Не знают Что такое Аэростат Воздушных Заграждений Вот Ну Я Наверное Утомил Вас Еще Коротко Я Коротко Я Очень Скажу Я Закончил В 43 Году В 43 Начало В 44 Конно Конно-артиллерийской Школу Город Кирсанов Оттуда Направили Значит Третий Украинский Фронт Звание Сержант У меня Было Командир Орудий 45 Миллиметровый Пушка На конной Тяге В воинской Часть Я попал Значит Пятый Гвардейский Донской Казачьей Кавалерийской Кавалерийской Бригады 11 Гвардейской Донской Казачьей Кавалерийской Дивизии 39 Гвардейской Донской Казачьей Кавалерийской Пол Поддерживал Своей Пушкой 45 Миллиметровой Четвертый Эскадрон Мы ее называли Открой вам секрет О чем вы не знаете Сорокопятку Прощай Родина Почему мы так и называли ее Ребята так образно Потому что она стояла на передаче Аплодисменты Ребята, аплодисменты Наши отбивали И отбивали А еще я про Викторию Зовичи ничего не говорила Кахутинки холодные Ребята, ну а сейчас Для наших ветеранов Великой Певской войны Для наших гостей Поем песню Подростковый клуб Родичок Итак, пожалуйста Песня Один рассвет для всех Горстями дарит солнце Наш звонкий детский смех А души взрослых бьется Луч солнца из окна Что утро мир на свете Зовичи деликатической войны Вот сюда к нам У вас есть листочки Песня «День Победы» у всех Да? Мы сейчас все вместе поем Поехать припев песни Алексея Кимкова Поздравим Поздравим еще раз Песня «День Победы» 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 День Победы! 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 День Победы!